Накануне Нового года в прокуратуру железнодорожного района города Рязани поступило обращение от представителей общества с ограниченной ответственностью, управляющая компанией, сервисный центр ЖКХ. Работники организации узнали, что в жилищной инспекции оказались поддельные протоколы собрания жильцов дома, которые они обслуживают. Многоэтажка расположена на улице Татарской, дом 68. Согласно протоколу, собственники помещения расторгли договор управления с одной управляющей компанией и выбрали новый, утвердили с ней договор управления. Данный протокол подписан председателем общего собрания и секретарем. В ходе проверки был опрошен председатель, который пояснил, что никакой протокол общего собрания собственника в помещении он не подписывал, на собрании не присутствовал, на протоколе стоит не его подпись. Председатель совета дома пояснил, что в решении собственника помещения, на основании которого якобы ввелся подсчет голосов, и она там тоже присутствовала, стоит не ее подпись. По документам выяснилось, что управление этим домом должно было перейти к московской фирме «Пиккомфорт», хотя жильцы летом прошлого года уже выбрали себе управляющую компанию. Они отмечают, что тогда подписи действительно собирались, а сейчас этого не происходило. Но предполагают, что представители «Пиккомфорта» могли ходить по квартирам для сбора подписей. Сейчас приходили представители еще какой-то компании другой. И собирали также подписи, опрашивали жильцов. Видимо, ходили по квартирам тоже когда-то. Вот раз я уже ничего не подписывал. Схожая ситуация возникла в соседнем доме, расположенном по адресу улица Стройкова, дом 51. Здесь также зарегистрированы поддельные подписи жильцов для перехода в управляющую компанию «Пиккомфорт». В данный момент полиция занимается проблемами этих домов. В свою очередь, представители действующей управляющей компании отмечают, что эти два дома только начало списка строений, которые у них хотел забрать «Пиккомфорт». Вот сейчас, в данный момент, опять происходит то же самое. На нескольких домах опять появились левые протоколы. Сейчас занимается этим прокуратура. Это по грачам, по дядькам в пять домов. И сегодня выяснилось в ГЖИ, когда мы были, что принесли еще на два дома опять левые протоколы, о чем будут жильцы писать в прокуратуру и пытаться завести уголовные дела на данную компанию. Представители пострадавшей управляющей компании отмечают, что массовая подделка протоколов и подача документов в Государственную жилищную инспекцию начались с октября 2019 года. Есть предположения, почему это может происходить. Данная компания в городе зарекомендовала себя не очень с весной стороны. У жильцов большие претензии к ним. Жильцы пытаются уйти и выбрать какие-то другие компании, в том числе и не только нашу компанию. Сохранить свой фонд домов с помощью ненастоящих подписей теперь пик комфорту вряд ли удастся. Рассчитывать на невнимательность жильцов уже не приходится. В наши дни, когда вопрос в сфере ЖКХ стоит особенно остро, в каждом доме найдутся активисты, которые смогут вовремя заметить нарушения и постоять за свои права. По материалам проверки прокуратуры района у МВД России по железнодорожному району города Рязани возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 327 Уголовного кодекса Российской Федерации, то есть подделка официального документа, предоставляющего права или освобоздающего от обязанности в целях его использования. На данный момент все пострадавшие жильцы и их дома остаются под управлением сервисного центра ЖКХ. Представители организации надеются, что прокуратура разберется в сложившейся ситуации и жильцы домов по улице Татарской и Стройковой не пострадают от недобросовестной конкуренции управляющих компаний. Анна Герцовская, Игорь Глотов, телекомпания «Город».